Представлюсь, меня зовут Данил Серебренников, если кто может не знает. Я вообще профессионально 10 лет занимался открытой водой. 11 раз чемпионат России выигрывал на 5, на 10, на 16 километров, потому что 25 километров у нас дистанции нет. Она только представлена на официальных стартах. Доводилось два раза участвовать на 25 километровой дистанции, это на Европе, на мире. Но, к сожалению, мне больше нравятся такие дистанции 5 и 10 километров. Вот. Значит, хотел сказать, что на мире был третий один раз я, на десятке, и на Европе был на десятке и на пятерке второй-третий, плюс групповая гонка еще. И сегодня у нас план следующий, такой урока. Вы тоже представились? Меня зовут Дмитрий Курин, я также, как и Данил, представитель Волгоградской школы плавания. То есть мы в одной группе занимались, у нас группа достаточно сильная была, и олимпийские чемпионы были, и многократные чемпионы мира на 25 километров, поэтому мы о дальних заплывах, грубо говоря, знаем все. Также являлся членом юношеской сборной команды России по марафонскому плаванию, участником европейских каких-то стартов, но до призовых мест каких-то серьезных моментов не добрался. Делал, совершал технические какие-то ошибки, которые Данил сегодня вам осветит, которые не следует допускать. Да, Дмитрий, кстати, чемпион России. Чемпион России в эстафетном плавании в бассейне. Вот, и мы решили, я переехал сюда, в Москву, совсем недавно, буквально больше двух недель назад, и решили основать свою школу плавания, непосредственно, которую Дима вам потом расскажет, а я сейчас объясню вам, что за план на сегодняшний открытого урока будет. Ну, во-первых, мы сегодня поговорим, это теория будет, совсем немножко я постараюсь вкратце рассказать, потом мы на практике, вот у нас будет такой, чисто такой символический будет, мы поработаем с ним, ну, поднимите руку, кто будет плавать. Все будут, да, плавать? Отлично. Все, костюмы, гидрокостюмы у вас есть. У кого есть, поднимите руку. А у кого нет? А можно просто в плавках? Так, трое, может, четверо. Можно в плавках, в принципе. Ну, да. Но там будет момент, что я буду объяснять на воде, поэтому постарайтесь не замерзнуть там как-то. Нет, это не проблема. Отлично, все. Хорошо. Значит, план сегодняшний, значит, теория, практика, и потом мы здесь также на травке будем, вы уже будете задавать свои вопросы, и мы с Димой постараемся на них максимально широко и полно ответить. Вот, значит, план теоретической программы таков. Значит, я буду рассказывать, так как мы уже через Ольгу, да, она задавала вопросы, и мы уже примерно понимаем, как выстраивать с вами диалог. Здесь многие любители совсем только недавно начали плавать. Многие уже ездили на Босфор в прошлом году, и не только в прошлом. Кто-то, может, даже в призах там был. Вот, и поэтому будем выстраивать так, таким способом наше общение, чтобы всем было интересно максимально. Значит, план следующий. Я буду рассказывать... Так, где у меня написано тут все? Вопросы вообще следующие были. Вы спрашивали меня, как вообще готовиться к покорению открытой воды, в чем максимальная разница между бассейнами и открытой водой, какие там условия, если кто-то еще не выступал на соревнованиях. Вообще, кто не выступал еще никогда на открытой воде? Один, два, три. Три человека, да? Хорошо, понятно. Значит, у остальных опыт уже какой-то есть, какое-то представление. Это хорошо. Значит, буду задевать питание, потому что некоторые из вас наверняка поплывут длинные дистанции, и вам будет интересно, что вообще спортсмены употребляют в ходе проплывания длинных заплывов. Дальше мы с вами рассмотрим... Так, где у меня там записано все? Как правильно ориентироваться? Вот этот мы бы взяли. Будем с вами обсуждать правильную ориентировку на открытой воде, учитывая все элементы, то есть это погодные условия, это течение, это разные объекты статические, динамические, которые находятся в воде или которые находятся по периметру и так далее. Значит, дальше что делать, если мерзнешь? Бывали такие случаи, что холодная вода, да, и, ну, уже чувствуешь, что где-то ты на середине и не знаешь, что делать. Вот, и бывает паника, посещала вас когда-нибудь паника, то есть вы там в открытой воде... В течение километр двести, и она не заканчивалась, а потом прошла. Вот как ее... Паника километра двести, да? Вот, мы это все тоже с вами разберем, особенно паника посещать. Это, вы не думайте, что это только вас посещать, паника. То есть я даже сколько лет плавал, да, и меня там в открытый океан куда-то, чтобы я не видел, где берег, куда плыть, я там так напаникуюсь, что вот так вот, выше крыши. Понял, а когда ты крокодилов проплывал? А когда крокодилов проплываешь, это вообще жесть. Это ускорение. Ну, это кто-то, кто-то, кстати, на трилайфе писал даже, а про крокодилов расскажешь, обязательно расскажу. Так что вся паника сразу пропадает, когда вспоминаешь заплыв в Мексике. Вот. Разница между плаванием и открытой водой, я ты сказал, что будет, какие неожиданности могут ждать. Ну, то есть бывают подводные камни разные, там, да, ну, имеется в виду в космином смысле, да, они могут быть там как медузы, как крокодилы, как там разные стрекочущие моллюски, которые вот в Гонконге, особенно если кто-то был, плавал там, то там такие маленькие невидимые штучки, их вообще не видно, где они плывут, или на Кипре, кстати, тоже есть. И они впиваются так резко, то есть или как-то по телу, когда плывешь, они тело задевают, и прям ужасно больно. Вот. Это тоже мы будем все обсуждать. Так, дальше. Вообще, вот многие в Босфор едут, да, сейчас, ну, кто-то едет в Босфор, и там течение, вы все знаете, что будет. И вот тоже Ольга у нас, она все волнуется, а как же я на финиш-то попаду, если там течение, а вдруг меня снесет куда-то. То есть это мы тоже сегодня обо всем поговорим, ну и, конечно, будем отвечать на ваши вопросы. А Дмитрий, пока я тут настраиваю все, он расскажет немножко про нашу школу. Да, про школу плавания. То есть у нас сейчас на данном этапе создается сайт, который посвящен плаванию и различных упражнений, связанных с водой. То есть, что он себя будет включать, то есть такие небольшие разделы, разделы, как новички. Silver Swim, да, который? Silver Swim.ru Давайте напишу, чтобы понятнее было. То есть он сейчас находится в стадии наполнения, то есть мы постепенно, с каждым днем снимаем какую-то информацию, выкладываем, то есть монтируем вот эти вот уроки. Это тоже достаточно долгое время занимает, потому что у нас, ни я, ни Данил, не специалист по монтажам и склейки всяких различных вот этих видео. Там на YouTube, кстати, есть тоже канал Silver Swim, называется. Там мы будем выкладывать исправление элементов техники и начиная с нуля, там вот последнее видео было, как правильно подобрать очки для плавания. Сегодня, кстати, тоже поговорим об этом, потому что для плавания в бассейне, для плавания в открытой воде разные совершенно очки нужны, чтобы был максимально хороший, комфортный обзор в открытой воде. Это сегодня мы тоже разберем. То есть здесь в разделе новички у нас будут выложены тренировки для людей, которые хотят только заниматься плаванием, для людей, которые боятся воды. Там будет у нас преодоление страха воды, какие-то рассмотрены базовые элементы и для освоения, грубо говоря, с водой. Затем у нас идут спортивные стили плавания. То есть здесь будет детальный разбор спортивных стилей, детальный разбор техники и выполнения каких-то упражнений, после выполнения которых вы достаточно уверенно будете плавать каждым любым стилем. Также у нас будет лечебное плавание. Лечебное плавание. Это при сотрудничестве высококвалифицированного врача-специалиста в данной области будут составлены комплексные упражнения для, грубо говоря, для показаний людям, которые приходят и при различных заболеваниях, которые... Не могу выразить свою мысль. Опорно-двигательный аппарат, там сердечно-сосудистые и разные заполимания. Там на самом деле комплекс большой. Если кто-то сталкивался, у кого-то может грыжа в позвоночнике. У меня вот, допустим, тоже L4, L5, там грыжа, протрузия, компрессионное защемление с 19 лет. И я сейчас стараюсь прокачивать мышечный корсет, чтобы это все не было так чувствительно. И специальные упражнения мы тоже разрабатываем с докторами, которые непосредственно занимаются лечебной физкультурой. И мы будем выкладывать их на наш сайт и на YouTube-канал, чтобы вы могли посмотреть уже вот эти все упражнения, которые правильно выполнять и при участии докторов. Дальше у нас будут составлены программы тренировок. Программы тренировок именно для тех людей, которые не хотят просто бездумно приходить и наматывать километры в воде. Здесь будет именно совершенствование каких-то специальных качеств. Это как силовые, скоростно-силовые, выносливость, скоростная выносливость. На конкретной дистанции будет программа, допустим, на десятку. Ну, то есть, здесь будет, как бы так же уровень новички, средний уровень и профессиональные пловцы. То есть, здесь именно будет выработка вот на... В зависимости от цели. Какую цель ставит себе спортсмен? Он может выбрать программу, соответственно. То есть, там будет в формате анкетирования, то есть, вы сначала проходите какой-то тест, то есть, там выявляется, какими навыками вы владеете, и, соответственно, там будет подбираться программа. Затем, у нас так же будет индивидуальный подход, да, грубо говоря, к человеку. Индивидуально. То есть, это составление индивидуального плана тренировок, допустим, подведения к каким-либо соревнованиям, если вы там желаете участвовать и не знаете, как тренироваться. Вот. То есть, как бы таким образом. Затем у нас на этом сайте мы будем проводить регулярные встречи в формате вебинара, где мы будем отвечать на какие-то ваши вопросы, так же рассказывать какие-то моменты, освещать плавание в общем, в целом. И последнее у нас будет, это фитнес-туры, где мы будем, грубо говоря, совмещать приятное с полезным, выезжать куда-то. Ну, они не фитнес-туры будут называться, а, скорее всего, сборы. Перед какой-то дистанцией, допустим, на Босфор, в этом году уже не получится, наверняка в следующем. Вот. То есть, люди, которые действительно хотят подготовиться хорошо к Босфору, к проливу или к каким-то дистанциям, могут с нами выехать, допустим, на две недели до старта, провести там сбор или за неделю до старта. Все прощупать в воду, то есть, стечения разные, попробовать эту дистанцию и уже непосредственно в конце нашего сбора выступить там. Как вы Босфор прочувствуете? Там такая навигация адская. Ну, это, конечно. Не пугайте, подождите. Не-не-не, когда соревнований там никого нет. Ну, я просто говорю в плане того, что не... Босфор, как пример взял, потому что его все знают. Просто вот другие соревнования, где доступ есть к воде, то есть, там приехать, подготовиться, да. Босфор может, конечно, тяжело будет это сделать в плане прочувствовать саму дистанцию, да. То есть, нужно узнавать, когда могут выделить нам вот этого непосредственно проплыв. Ну, это, наверное, только будет в день старта. Вот. Но там есть еще соревнования, которые в этом проливе проводятся. Не только открытые, да, но и вот для мест, на местном уровне тоже перекрывают. Там не только плавание, да, там и триатлон проводят они вроде. В общем... Ну, по сайту примерно все. То есть, он постепенно будет наполняться. Заходите, регистрируйтесь, чтобы оставался ваш e-mail, и мы вам в дальнейшем, в будущем отправляли новости, да, чем и наполнился наш сайт. А уходить тренировки дистанционно делать или в бассейне будет группа? Есть. Набираем группу, и в бассейне можем тренировать дистанционно. Дима рассказал, не знаю, про дистанционные тренировки. Что вообще будет включать дистанционные тренировки, если кто-то хочет, да? Значит, это... Ну, во-первых, мы сначала узнаем у человека цель, которую он хочет достичь, его соревнования, график, план. Потом мы узнаем, что он делал, вообще тренировался ли он. Проводим обязательно для дистанционной тренировки одну тренировку с записью видео под высокотводной съемкой, чтобы это максимально не затратно было, чтобы, ну, нанимать тренера, это все... понятно, что индивидуально это дорого все. Вот. Мы проводим запись. В рамках этого первого занятия уже основные базовые элементы исправляем ошибки, то есть максимально много людей, но главная ошибка это положение тела в воде. То есть вот это 90% людей, которые начинают плавать, у них положение тела в воде страдает. Специальные упражнения, и почему она страдает. То есть, а причина, следственная связь может быть разной абсолютно. То есть положение тела может быть как высокий подъем головы, так и неправильное сочетание рук в цикле. Там, то есть, очень много нюансов, потому что, ну, так просто его не исправить. Нужно искать вот эту связь. Соответственно, мы запись делаем подводной съемкой со всех ракурсов, обрабатываем все это на компьютере. И кто, может быть, заходил на Silver Swim на YouTube, там у нас есть уже два видео. Последние. Там непосредственно разбор техники. Там вот Данила Изотов разбор техники был. И еще у нас спортсмен. Там был подробный разбор техники, всех элементов. Но там уже отточка идет спортивного совершенствования. То есть у любителей это будет уже базовое исправление техники со всеми упражнениями, которые будет включать в комплексе... Надо было записывать, наверное. Это просто по воздуху. Первый раз просто. Да, по воздуху. Тут ты как. Вот. И в конце уже, то есть вы присылаете уже свои видео. У кого-то есть подводная камера, кто-то может приехать, взять, допустим, или еще раз поснимать. И вы уже записываете свое видео. И еще раз мы смотрим уже, как вы исправляете свою технику непосредственно сами, основываясь на вот этих базовых принципах и упражнениях, которые дает вам тренер для того, чтобы исправить все эти нюансы, техники вашей главной ошибки. И, соответственно, уже постепенно вот начинайте управлять, присылайте тренеру видео, он вас курирует дальше видео. Плюс программа тренировки непосредственно по целям, чтобы уже тренировка выбиралась индивидуально, учитывая индивидуальные особенности и цели и задачи. То есть выступление там на конечном старте или на какой-то серии стартов. вот это что касается сайта. Ну давайте начнем тогда уже рассказывать начнем по плану, да, что у нас там первое было. Так, себе рассказала, тебе рассказали, о сайте рассказали, так, как правильно ориентироваться. Так, это, по-моему, метро. А, как вообще готовиться к покорению открытой воде? Ну, вообще, вот у нас есть люди, которые вообще ни разу не ездили, да, начиная с самых азов, это прежде всего, что нужно с собой взять. Если вы плывете в гидрокостюме, есть дистанции, день запрещен гидрокостюм использования, да, то есть только официальные, которые финны разрешены, ну, то есть это официальные старты, это уже спортсмены. На Пасфоре там тоже гидрокостюм, к сожалению, нельзя использовать вот этот вот для триатлона, который в Адсьюит. Значит, обязательно нужно взять, я надеюсь, что все уже знают, это вазелин, перчатки, полотенце, для того, чтобы промазывать. Вот если вы видите, у меня тут шея, на миле я проплыл, ну, три километра оплыл, да, не на миле, а на соревноваться. 20 рублей. Вазелин можно обычно из аптеки за 20 рублей, он отлично помогает, но у него консистенция немного другая, чем у вазелин, вот этот вот, который европейский. Может, у кого-то есть такие баночки, полукруглые, они такие маленькие баночки разного размера. Ну, посмотрите. А где он продается в Москве? Вообще, в Москве не знаю, где, в основном заказывают из Европы, да, но обойтись можно обычно вазелином, на самом деле. Это все будет лучше, чем ничего. Даню, а вазелин мне не помог, например. Есть какие-то еще варианты? Вазелин не помог в плане жир, в плане натерли сильно, да? А вы как мазали? Мазать надо под костюм, то есть, если у вас вот шея, да, идет, вот здесь у вас костюм, нужно оттягивать костюм и туда прям шов этот промазывать полностью. То есть, сначала нужно одеть костюм полностью. Вот этот ваш для триатлона, либо если вы на Босфоре проплывете в другом костюме, да, в обычном старте. Костюм я привез обычный и привез такой, вот вот это обычный костюм, но этот запрещен уже с 2009 года на официальных стартов, потому что он прорезиненный, он добавляет скольжение немножко, Проницаемость, там же нормы по проницаемости свои есть, у плавцов, чтобы он был не пас, не буллитский, нормальный. Да, 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 он должен быть сделан из обычной ткани, то есть, не прорезиненной ткани, а из обычного материала, тканевого, и плюс не должно быть никаких замков здесь, потому что здесь только на лямках он должен крепиться, обязательно должна быть форма допуска, сейчас я посмотрю, здесь есть форма допуска, или нет, там специальный финновский лейбл ставится, вот, да, финно-пруф, вот, но здесь он уже старый, устарелый, с QR-кодом, вот, значит, одевайте костюм, и обязательно промазывайте все швы, старайтесь высоко на шею не мазать, сильно высоко, вот в таком костюме, потому что если вы высоко намазываете, то может у вас слететь шапочка, у меня часто такое было, что слетает шапочка из-за этого, или вы, допустим, задели этот вазелин, и начинаете придавливать очки, у вас все полностью покрывается этим вазелином, были случаи, что когда плывешь в плотной борьбе, когда целая туча людей плывет, 50, там, и больше человек, то ты просто рядом плывешь со спортсменом, рядом прям пытаешься держать его волну, кстати, о волне я тоже расскажу сегодня, что мне пишут, возьми, давай, пытаешься держать его волну, вот плывешь вот здесь где-то чуть-чуть дальше, чуть-чуть ниже, где-то на уровне подмышки, и случайно очком попадаешь ему в подмышку, в подмышке, естественно, намазано вазелином, и очки просто, вот, ну, такое ощущение, что въехал в туман, поднимаешь голову, ничего не видно, пытаешься вытереть это все, все смазывается, на руках вазелин остается, естественно, теряешь позиции, то есть теряешь там позиции сразу 10-15, чтобы это протереть, как-то пытаться плечами протереть это все, чтобы хотя бы что-то видно было, то есть с этим аккуратно тоже, чтобы на руках вазелин не оставался и не прижимали очки, значит, как бы промазали все надели костюм, промазали все вазелином полностью, все места, где вы растирали, кто-то может на первом старте знает уже свои места, у меня это в основном подмышки и вот здесь шея, шея здесь это для триатлона костюме и вот в этом костюме у меня вот здесь, где грудные мышцы идут, здесь я сильно растираю, в основном я в таком костюме больше ничего не мажу, кроме подмышек и грудных мышц это уже индивидуально зависит от техники так дальше что мы берем а про питание то есть если вы плывете какую-то длинную дистанцию для кого-то длинная может показаться и 3800 да кто-то триатлон может айронмен делает вот и хочется попить если вы плывете в таком костюме но некоторые брали с собой как это не грубо звучит презервативы наливали в них питье и соответственно там пихали куда-то под костюм или куда-то еще до нет но это уже пройденный этап новая система это короче есть такие пакетики дим че он не пишет есть такие пакетики шик раз речь знаете пюрешка речь пюрешку выпиваете но достану не цвету там ребенку отдаете или кому-то да то есть или сами выпиваете там с утра и заливаете туда питание вот когда вы будете в таком костюме лучше положить это все под штанину то есть запихнуть пюрешку под штанину она ни в коем случае не вылетит потому что вы полностью остается только вот эта красная пипка к сожалению не взял эту пюрешку вот наливайте чтобы он был пакетик не толстый но вот примерно сантиметр толщиной был все это упаковываете под штанину и соответственно с этим уже питанием плывете как вам почувствовали что вам стало жажда замучило ли вам хочется подпитаться достаете откручиваете легко откручивается все выбиваете просто когда с презервативами плаваешь то они могут вылететь вот я частенько плавал у меня они где-то потом 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 снимаешь и достаешь это не совсем комфортно так а вот вопрос ну то есть одно дело терпеть эту жажду и голода другое дело как бы результат да то есть насколько без питания вообще критично можно же потерпеть да и не по состоянию надо смотреть да вопрос во первых ты потеряешь если вот когда я плавал до профессионально там вот это питье у нас было на десятке в основном олимпийский круг это два с половиной километра два с половиной километра от одно питание там стоят станции питания то есть плод стоит и допустим круг два с половиной километра и когда толпа проплывает да здесь тренеры с удочками подкармливают ну все видели наверно вот когда ты понимаешь что либо ты находишься где-то сзади хочешь догнать да позиции себе занять правильную или обогнать там какую-то кучку людей там человек 10 чтобы занять более выгодную позицию ты проплываешь просто вперед и пока толпа там бьется за питание ты достаешь тот самый рич из запаса и убиваешь и тратя на какого времени я понял я сейчас я сейчас дойду до этого я понял про что вы имеете ввиду бывают такие случаи до что вы плывете и понимаете что пить хочется но вы боитесь потерять результат то есть на самом деле если вы отработаете это все в бассейне то питание не больше 7 секунд занимает как пит-стоп формула заехала чик поменяли колеса все сделали заправили памп поехал пакетик пакете выкидывайте да ну выкидывает до среда засоряется но что делать результат важнее как говорит вот ну кто-то из тренеров там не на лодке они вытаскивают он плавает все равно там удаст а на какой дистанцию критично питание ну скажем на милю питаться наверно на милю конечно то есть если вы плывете час или вы чувствуете что уже у вас жажда накат в основном нужно пить перед стартом лучше хорошенечко но опять же чтоб не заходить в туалет я сегодня кстати тоже про туалет расскажу как лучше сходить да значит смотрите тут зависит от а вот я допустим на пятерки вообще не питать но на 5 километров станции я ее сначала там минут за 50 ну как бы какой смысл питаться там там каждая секунда важно да сегодня мы еще поговорим про поворотный бы как лучше то есть вы на поворотных буях благодаря сегодняшней тренировке больше сэкономите чем вот вы сказали на питание потратите понимаете да тут речь даже о том что вот если например 10 или там 20 километров грубо говоря без питания насколько хуже результат мой намного намного хуже на самом деле потому что вы понимаете что гликоген печени быстро расходуется да и пока вы на жиры переключитесь вот этот вот момент нужно поймать и плечом на жиры на жиры вы полностью не переключить все равно будет углеводы использоваться и поэтому нужна подпиткой плюс вода еще нужно обязательно то есть это опять же на любителя кто-то кто-то понимает что у него воды в организме достаточно и он обеспечивает той самой запасом водой все прохождение дистанции но вот я допустим люблю попить меня все время мучает жажда и неважно будет ли там содержаться много энергии в этом напитке мне главное чтобы была вода то есть я могу грубо говоря просто подплыть и у тренера попросить просто воды попить обычной воды если это зависит от опять же от погодных условий то есть если там 29 градусов вода да и там сверху там 40 градусов это очень жаркие условия просто невероятно жаркие и ты волей-неволей из расходуешь эту воду для того чтобы охладить тело то есть организм все равно даже если он находится в воде он расходует эту воду соответственно попить здесь будет основополагающим моментом для твоего результата то есть если ты не остановишься не побежь не затратишь те самые 10 секунд то в итоге про и проиграешь минуту еще вопрос пить и есть нужно когда уже не в мощь или надо по расписанию не по расписанию обязательно по расписанию потому что если вы почувствовали что уже вы сильно хотите пить или сильно хотите кушать то все поздно да как только какие-то первые появляются было бы не прочь попить мысли да было бы неплохо папе вот это обязательно уже критическая точка где на должен понимаете то есть вот ту критическую точку нужно знать если вы поздно выпили ну бывают такие ситуации что возможности нет но так как